Добрый день и приветствую всех любителей астрологии. И сегодня у нас тема прогноз для наших дорогих львов на декабрь 2024 год. Дорогие мои львы, последний месяц этого года начнется и закончится новолунием 1 декабря и 31 декабря. 1 декабря у нас новолуния в знаке Стрельцы в 10 градусе в вашем пятом доме гороскопа. Радости творчества и всевозможных мероприятий творческого характера. И 31 декабря у нас будет опять-таки новолуния, но уже в знаке Козерога. И здесь будет акцент на ваш шестой дом работы, здоровья и уже таких рутинных дел. На 2025 год вы будете выстраивать, дорогие мои львы. Конечно же энергии новой луны, они войдут с нами в новый этот 2025 год. Так что трансформация и какой-то период, который дает новую настройку, он включает очень одухотворяющие обновления по пятому вашему дому, в частности 1 декабря. И это дает вам пространство новых возможностей, пространство, которое включает радостные события. И в целом также декабрь нам приносит еще две ретроградные планеты, Меркурия и планеты Марс. Марс включится 6 декабря, у нас ретроградное движение. Конечно же мы будем настроены на то, чтобы решать свои какие-то всевозможные вопросы, которые мы не успели еще пока завершить к концу этого года. В целом месяц очень активный и дает много напрягающих и также можно сказать возможностей для того, чтобы мы решили все то, что требует своего завершения. Ретроградные планеты Юпитер, Уран, Херон, они дают возможность пересмотра всего того, что сейчас с нами происходит. Еще также Нептун, также ретроградная сейчас планета. И здесь это возможность перестройки своих планов, желаний, надежд и возможностей. Но давайте об этом, обо всем поподробнее, буквально по датам. Как для вас, дорогие мои львы, проиграется этот период декабря. Итак, 1 декабря у нас будет Новолуния в Стрельце в 10 градусе. И эта Новолуния будет выстраивать квадратуру к планете Сатурн. На Фолуния оно всегда считается возможным началом для новых перемен и новых каких-то возможностей. И здесь возможные новые проекты будут включаться в вашей жизни. В данном случае дорога может открыться, именно если вы будете использовать свою деятельность, направленную на коммуникацию с межкультурными какими-то связями, а также поездками и путешествиями. Также решать юридические вопросы и, возможно, заниматься рекламной какой-то компанией, просветительской работой. Вот здесь именно Стрелец даст новые начинания по вашему пятому дому гороскопа. И принесет здесь радости и творческий потенциал. И захочется включать себя в мероприятия своих детей, включаться в те успехи своих детей. И, возможно, включаться в свои хобби, которые вас могут очень даже радовать и наполнять творческим ресурсом и потенциалом в этот период времени. А 4 декабря у нас будет складываться напряженная квадратура у Солнца с Сатурном. И здесь включены пятый и восьмой дом гороскопа. И в этот же день выстраиваются позиции, у Меркурия с Юпитером затрагиваются ваш пятый и одиннадцатый дома гороскопа. И здесь нужно держать все под своим контролем. Особенно все, что касается финансовой структуры, общих финансов и также каких-либо мероприятий и коммуникаций с вашими сотрудниками, друзьями, единомышленниками по одиннадцатому дому. И здесь, конечно, могут быть какие-либо недовольства и проявления спорных вопросов, которые нужно будет решать в конструктивном русле. И для этого вам понадобится вся ваша смекалка и творческий подход по пятому дому, не проявляя свой эгоизм по солнечной энергии, а наоборот солнечную, позитивную, включая энергию и конструктивно подходя ко всем этим вопросам. Здесь также напряжение может добавить планета Марс, которая включает ретроградное движение и буквально останавливается в вашем первом доме гороскопа. И здесь могут быть сбои в работе, в графиках, здесь также могут быть перестройка ваших каких-то планов, которые нуждаются, возможно, какой-то корректировки. Марс будет у нас в этой позиции до 25 февраля, и поэтому здесь нужно будет активное свое действие контролировать и понимать, что именно от вас будет зависеть та часть проектов, в которую вы вовлечены. Это отношения ваши, это и партнерские отношения, и также это те ваши устремления, куда ваша будет энергия направлена, туда и энергия будет способствовать включению ваших планов. В этот же день, 6 декабря, происходит соединение у Солнца с планетой Меркурия, которое у нас сейчас имеет ретроградное движение, и здесь это все будет происходить в вашем пятом доме гороскопа. Могут появляться люди из прошлого, могут приходить новые идеи, которые со знаком уже проработанных, возможных уже старых каких-то единомышленников. И здесь могут быть и новые знакомства, и возможные какие-то мероприятия, на которых вы будете участвовать в этот период времени. В целом это дает творческий импульс для того, чтобы раскрыть свой потенциал, включить себя, возможно, в каких-нибудь рекламных кампаниях, засветиться очень даже хорошо, для того, чтобы вас заметили. И все это включите в свой рабочий процесс, если особенно ваша работа связана с творчеством и с какими-либо мероприятиями. Здесь могут быть и выступления ваши очень яркие, когда вас именно могут запомнить. Здесь также может быть и презентация своего проекта. В целом, возможности и путешествий также включатся в этот период времени на какие-либо возможные какие-то мероприятия. Поэтому не упускайте возможности заявить о себе для того, чтобы продвинуть себя по социально-карьерной лестнице. Это также включает именно то направление, в котором вы будете высвечивать себя в этом периоде декабря. 7 декабря у нас Венера переходит в знак Водолея, в свое, в общем-то, очень уютное расположение. Там Венера себя очень хорошо чувствует. И здесь также происходит соединение у Венеры с планетой Плутон в вашем седьмом доме партнерства. И здесь, в этот период, 7 декабря, очень даже может вас радовать все то, что происходит в коммуникациях с вашими партнерами по бизнесу, с партнерами в личной жизни. Изменяется качество отношений ваших, возможно, какие-то внутренние устремления. И также нужно обратить внимание, что, дорогие львы, Плутон в ноябре 19 числа зашел в этот ваш сектор седьмого дома партнерства и будет давать благополучное разрешение всех тех вопросов, которые касаются юридических вопросов и трансформации в отношениях. Здесь освободится очень большая вероятность именно к своим каким-то проявлениям в партнерстве будет значимой для вас. В целом, когда токсичные люди будут, в общем-то, уходить от вас, а наоборот, те люди, которые вас радуют и дают вам идеи и также радостные события, будут вовлекать вас в те партнерские отношения. В целом, вы захотите проявлять больше независимости, индивидуальности и здесь должен быть включен, конечно же, баланс потребностей между внешними и внутренними состояниями. Здесь может быть предложение по совместному бизнесу, по партнерству, также брак может быть, новый союз для кого-то, а для кого-то это может быть уход от старых отношений и переход на новые какие-то такие радостные события в партнерстве. В этот же день, 7 декабря, у нас складывается оппозиция у Солнца с планетой Юпитера. Затрагиваются ваш 5 и 11 дома гороскопа. И в этот же период одновременно квадратура происходит у планеты Меркурия с планетой Сатурн. И здесь 5 и 8 дома дают, в общем-то, такие напряженные отношения. И это говорит о том, что те творческие планы, идеи, которые касаются совместных финансов, они будут требовать, возможно, вложений, возможно, вы не совсем будете согласны с той позицией, которая происходит в перераспределении этих ресурсов. И в этот момент могут быть какие-либо недоразумения с творческим коллективом, в котором вы участвуете, либо вообще с коллективом, связанным с вашими отношениями. И если здесь вы проявляете какие-то важные, нужные для вас проводите мероприятия, то здесь может быть несогласие с общей концепцией этих каких-либо продвижений. Здесь может быть очень сложно договориться. И в целом отношения могут рушиться, особенно на позиции между Венерой и Марса 12 декабря. И может быть и некоторый конфликт, который не совсем быстро можно разрешить. Здесь могут быть споры и финансов, и могут быть затронуты чувства, эмоции, отношения. Поэтому, дорогие мои, в этот период будьте в ресурсе и не доводите свои отношения до таких крайностей. Иначе потом очень сложно наладить этот коннект. Ищите эту золотую середину для того, чтобы все-таки как-то договариваться. Потому как здесь конфликт особенно острый может быть между мужским и женским. Здесь могут быть явные противоречия, которые могут зашкаливать и не приводить к одному знаменателю. 15 декабря у нас полнолуние в Близнецах в 24 градусе. Здесь затронется тема социальной роли в том коллективе, где вы находитесь. Могут быть завершающие проекты, в которых вы, возможно, вовлечены. И полнолуние это всегда высвечивает, ясность дает тех ситуаций, которые происходят. И также это может касаться ваших друзей, единомышленников и, возможно, далеко играющие какие-то планы для вас. Возможную социальную роль, которую ведут для вас очень коммуникационную деятельность. Здесь желание заявить о себе, выступление, развитие через интернет. Здесь очень важную роль играют по 11 дому. И здесь информационные технологии приходят, и инновации к вам в помощь. Новые идеи возникают. И на полнолуние некоторое озарение происходит. Как же лучше это все сотрудничество вам улучшить и спроектировать, возможно, старые проекты на завершение и сделать упор именно на новые идеи. 16 декабря в этих всех социальных проектах также может вам помочь планета Меркурий, которая выходит в прямое движение. И акцент делает на творческий подход, на хобби, на радостные события и мероприятия пятого дома гороскопа. Вы будете чувствовать, что ваши идеи подхватывают, что те мероприятия, которые вы проводите, буквально заряжают вас оптимизмом. И не только вас, но и все то окружение, с которым вы в коннекте находитесь. Это очень может быть для вас таким вдохновением, что все, что я делаю, наконец-то имеет вот эту удачу, успех и реализацию моей деятельности. А 18 декабря у нас происходит квадратура между Солнцем и планетой Нептун, затрагивая ваш пятый и восьмой дома гороскопа. Здесь могут быть какие-либо финансовые траты, которые касаются тех же самых творческих аспектов вашего хобби. А может быть, эта ситуация коснется траты на ваших детей. И эта ситуация будет вас, возможно, напрягать. Нептун, он дает корректировку, вскрываются возможные какие-то нюансы, которые не были раньше видны для вас. Именно финансовых подоплек. А сейчас вы понимаете, что, возможно, нужно корректировать свои ресурсы для того, чтобы не перерасходовать и контролировать все то, что поддается вашему контролю. 20 декабря у нас создается очень благоприятный тригон, аспект удачи между малым и большим счастьем. Это Венера и Юпитер. Венера и Юпитер включают очень важные для вас моменты, которые могут очень хорошо разрешиться в партнерстве и социальных каких-либо клубов, выступлений. Возможно, какой-то рекламный проект у вас очень может знаково для вас проявиться. И могут быть знакомства с новыми единомышленниками и партнерами. И в целом прибыль от ранее принятых каких-либо действий и сотрудничества в социальной жизни может хорошо очень продвинуться. Юпитер большое счастье может принести, возможно, даже с какими-либо сотрудниками, с которыми вы уже сотрудничали. У нас еще Юпитер ретроградный в этот период. Поэтому те, возможно, старые проекты имеют счастье на то, чтобы и принести вам бонусы, прибыли и также и вдохновение о том, что то, что вы планировали, наконец-то имеет реализацию и приносит свой успех. 21 декабря у нас Солнце переходит в знак Козерога. И у нас происходит в этот день день зимнего солнцестояния. Происходит день рождения Солнца в вашем шестом доме работы, заботы. И больше энергии может приходить в ваше жизненное пространство. В этот период, когда Солнце будет переходить в знак Козерога, оно будет сформировать такую кармическую конфигурацию с осью судьбы. Это знак Раху и Кету, северный и южный кармический узел по-другому. И здесь, конечно, будет складываться оппозиция к точке селения, к точке света, что тоже очень символично. В этот день, в день зимнего солнцестояния, мы переходим в Царство Ночи. И этот период с большой долей вероятности будет особенно затронут этими кармическими узлами. Здесь у вас проигрывается третий, шестой, девятый дома гороскопа. И, конечно же, внутреннее состояние, которое вы будете ощущать, оно будет вам давать расширение сознания. Будет меняться ваше представление о миропорядке, о делах, которые происходят в вашей жизни. Девятый дом расширяет границы мировоззрения. И здесь находится кармическая точка Раху, он же северный кармический узел. И дает направление, что именно сюда нужно посмотреть на какие-то расширяющие горизонты. А солнце будет подогревать отношения, которые могут складываться в рутинной работе, давать, возможно, много задач в обычной жизни. И давать витальную эту энергию на то, чтобы притворять свои идеи и мысли. И, возможно, образовательные какие-то процессы третий и девятый дом могут включать в целом. Возможно, вы захотите что-то углубить в своих познаниях, прийти к какому-то знаменателю, к общему, на что вам направить себя в дальнейшем на далеко идущие планы 2025 года. И самое главное – отпускать все, что уходит из вашего жизненного пространства. Здесь могут уходить и какие-либо старые идеи, возможно, общение, которое вас уже не вдохновляет. Все это здесь, на завершающем таком южном узле. Кет уна делает акцент на третий дом. И, конечно же, возможно, вы захотите здесь что-то поменять очень сильно в своей жизни. Но, конечно, этот период для переосмысления и дается для того, чтобы заложить какие-то новые далеко идущие планы. 24 декабря складывается у нас квадратура с социальными планетами. Это Юпитер и Сатурн. И здесь затрагиваются 11 и 8 дома гороскопа. Здесь могут быть разногласия, связанные по теме финансов, с вашими коллективными какими-то ситуациями. И это уже повторный аспект, который включался в августе 2024 года. Сейчас он дает о себе знать о социальных каких-то проектах, на которые нужно обратить внимание. И трансформацию здесь включить в событийный уровень. И повторный аспект будет в июне 2025 году. Поэтому активная социальная жизнь, которая должна трансформировать и поступление общих финансов, задает сейчас какие-либо трансформационные программы, на которые невозможно сейчас полностью удовлетворить в потенциале положительного разрешения. Но тем не менее, все равно шаг за шагом уделять этим вопросам свое внимание, для того чтобы это не изошло в кризис по 8 дому. И который может дать финансовые какие-либо минусы. 26 декабря у нас складывается оппозиция у Меркурия с планетой Юпитером Большого Счастья. И квадратура у Меркурия с планетой Сатурн. Здесь затрагиваются 5, 8, 11 дома гороскопа. И это повтор напряженных конфигураций, которые складывались еще 4 декабря. И давали себе знать 7 и 12, 18 декабря. Поэтому перед началом 2025 года буквально все вопросы имеют место на трансформацию по 8 дому в вашем случае, дорогие мои львы. И здесь вопросы финансового характера имеют важное значение для того, чтобы вы продвинули свои творческие планы. Ну и 31 декабря у нас новолуние в знаке Козерог в вашем 6 доме гороскопа. Здесь могут быть какие-либо новые ситуации в вашей жизни. Возможно, увольнение с работы, возможно, устройство на новую работу, кто в какой теме, так оно и может проиграться. В целом могут появиться какие-либо новые условия в работе, изменяется быт и меняется рутина вашей работы, закладывается новый перспективный период на 2025 год. И здесь, как минимум, это новолуние может проиграть рабочие отношения, как минимум на месяц, а то и на полгода вперед. Поэтому на Новый год загадывайте только положительные аспекты своей жизни и деятельности. И как и с кем вы его проведете этот Новый год, так он у вас и продолжится. Вот такой декабрь для вас, дорогие мои львы, будет на этот период месяца. Я вам желаю удачи и, самое главное, своей реализации, которая так важна будет в этом месяце. И главное, контролировать свои финансовые ресурсы, которые могут, в общем-то, корректироваться. Всех благ вам желаю и до новых встреч в 2025 году. Удачи вам!